Как перестать зависеть от мнения окружающих, повысить собственную самооценку и стать уверенным в себе человеком? Об этом пойдет речь сегодня. Михаил, вот ты мега уверенный в себе мужчина. Скажи, ты всегда был таким или это приобретенное? Я тебе расскажу, как большинство людей, я очень избирательно был в себе уверенным. Нет людей, которые тотально в себе уверены. Нет, они есть. Я знаю таких людей, такие есть. Единицы. Как живут, ну скажем, подавляющее большинство людей. Здоровых, нормальных, неневротиков. Они в чем-то уверены. Ну, например, мужчина уверен в себе как профессионал, у него прямо вот короны задевают облака. А как мужчина вообще ниже плинтуса. То есть он не думает, что он кому-то может понравиться. Кто-то из женщин уверен в своей красоте, но считает себя, например, дурой. Или наоборот считает нереальной умницей, но страшненькой. Вот такие вещи есть. Большинство людей так и живут. Это нормально? Ты знаешь, это не то, что нормально или ненормально. Это привычно, это понятно. Потому что у кого-то где-то что-то вылезает, а где-то что-то западает. И люди так и формируются. Но нужно стремиться быть уверенным во всем. А надо бы стремиться быть уверенным во всем. Потому что такая расчлененка, когда здесь, типа у нас высочайшая самооценка, а здесь мы никто и нас зовут никак, она портит жизнь. Теперь, откуда берется? Почему вдруг? Вы знаешь, вот по каким признакам, мне интересно, мы определяем, что вы человек уверенный или неуверенный? Это же как-то считывается? Да, абсолютно. Давай начну с внешних признаков. Значит, я когда был еще мелкий совсем, я развлекался тем, что гуляя с ребятами, говорю, вот видите, девчонка впереди идет. Вот страшная. Давай вперед забежим и посмотрим. А это, говорю, красивая. И никогда не ошибался. Рассказываю. Признак неуверенности. Ноги носками вовнутрь. Вот так. Сутовые плечи и голова, которая туда же в плечи ушедшая. Вот такой вот человек. Кстати, многие ортопеды считают, что это не сколиоз, а это именно ощущение ребенка еще на окружающий мир. Вот так он себя чувствует. И поэтому, когда он взрослый, у него скелет, так сказать, затвердевает, он так и будет ходить. Потому что все из детства известно. Вот очень большую роль играет женщина, вот дай про женщину поговорим, любимая тема, который цепляет на себя вообще все, что есть. Как в арабском мире, знаешь, что в случае развода все, что надето, все твое, да. Которые вообще полуголые ходят. Декольте, до пупка, мини-юбка. Еще все висит на ногах браслет, по четыре на руках, тут здоровые сережки, тут пять-шесть тоже золотых украшений. Это неуверенная в себе женщина? Как говорит, брошла голда такая висит, а? Это неуверенная? Неуверенная. Почему? Потому что они все время хотят обратить на себя внимание. Они-то вообще плакат, а не женщина. Типа, вот я, посмотрите на меня. Может быть, это такой образ у нее? У нее такой образ, что все неуверенные. Подожди, это еще не все. Женщины, которые хотят привлечь себе внимание, да, вот они вот так одеваются. А что, есть женщины, которые не хотят привлечь к себе внимание? Женщины, которые хотят себе привлечь внимание, все. Но те, кто уверен, вот прям как ты, Марьяна. Скромненько, но со вкусом. Ничего лишнего. Вот, вот, я не то, что вот прям, но вот, правда, я на тебя смотрю, ты как экспонат будешь в передаче выступать, да. Когда женщина, был у нас такой случай. У меня один товарищ, значит, он ездил каждый год на Каннский фестиваль, в кино работал. И встретил какую-то продюсер, что с Украины, на Каннском сервере, который, он ее давно знает, Наташа, ей 42 года. И вдруг он смотрит, что она идет по пляжу в каблуках 12 сантиметров. Вопросу, в чем разница? Говорит, Наташа, ты что, сейчас провалишься и ногу сломаешь? Она говорит, ты знаешь, у нас дома-то как, ну где-то в, я не знаю, в какой она области Украины. У нас жесткий рынок, у нас так люди за хлебом ходят. А я в Каннах, сам подумаю. Понимаешь? Да, хотят обратить внимание, вопрос цены. Далее. Слушай, подожди секунду, но это вот на самом деле интересная такая тема, потому что можно же выглядеть, ну, достойно со вкусом на работе, но при этом, например, когда ты идешь куда-то, соответственно, одеться там по-другому. Нет, ну ты сейчас о другом говоришь. Ты говоришь о том, если я пошла в клуб, я, естественно, накрасилась, я такая вся переливаясь и блещу. Да, это нормально. А мы говорим не про клуб, мы говорим, что ты на улицу выходишь, у тебя вообще все, что из косметики было, все на лице, все, что из одежды было, все на тебе, и главное все украшения. А если женщина себя так лучше чувствует, вот у нее такой образ, она себя так чувствует? Это подпорка ее неуверенности. 12 сантиметров каблука, это 12 сантиметров костыля, неуверенная из-за роста в себе женщине. Так понятно? Это не мода, это не стиль, это я хочу... Но не так нравится. Не так нравится, потому что я хочу казаться длиннее. Если бы я сейчас вышел, мужчины тут тоже некоторые, мы даже не будем называть фамилии, этим балуются, да, на таких каблах ходят, еще туда стилечку подкладывают. Но ты сказала, Миша, наверное, комплексует. Он, наверное, мелкий такой, ему хочется сказаться выше. У нее такая прическа высокая и так дальше. Это же все считывается. Вот, да. То есть уверенная в себе женщина, ходит ненакрашенная, в кроссовках, вообще не важно, и минимум, ну, скром, скромно одеты. Мариночка, накрашенная, но не перекрашенная. У ней стрелки на затылке не заканчиваются. У ней рот не намазан душей, понимаешь? Она накрашена так, чтобы как бы освежиться. А не потому что, если косметика вся закончится, она все на себя вымаскивается. Мужчины ничем не отличаются. Сейчас и до них дойдет очередь. Это вообще передание, как тебе сказать, или правильно по-русски, передавание избыточного интереса одежде. Притом, я всегда считал, что когда женщина одевается в брендовую одежду, это нормально, это очень по-женски. Но когда мужчина, дольче Хаббана, три часа рассматривает и Армании перемиривает, то это вызывает, ну, как бы, некоторые недоумения. Потому что, ну, в моем понимании, мужчина проще одевается. Опять, тоже та же самая история. То есть, мужчина не уверен, он, конечно, не красится. Вот. Хотя, у меня один из моих любимых фильмов. Брат мой где-то, братьев Коэнов, там Клуни, герой Клуни, он сегодня когда ложился спать, он специально, не такая была баночка с воском, он намазывал волосы и сеточку выкладывал. А они были в бегах из тюрьмы, однажды, нет баночки, такой в магазин приходит, они только вот этого производителя не продают. У него трагедия была. Вот парить просто придает значение, что, кстати, Клуни очень органично. Да. Красавчик знает об этом и хочет хорошо выиграть. Вот это все истории о том, что люди кажутся нам уверенными, на самом деле не уверенные. Одна из самых потрясающих историй на эту тему, это самый красивый мужчина Советского Союза. Это Вячеслав Васильевич Тихонов. Я могу привести пример, который я видел своими глазами, когда Вячеслав Васильевич привел свою дочку в первый класс в французскую школу. И, ну, школа средняя в Москве, это, примерно, 1300 детей. Вот представьте себе, стоит такое количество людей на улице. Ну, и директор 1 сентября толкает речь. И вдруг кто-то из мамаш видит, что это Тихонов. Тихонов, дальше Тихонов хватает ребенка на руки и летит с ним просто через улицы. Потому что за ним бежит толпа полторы тысячи человек, который сейчас его порвет. Этот мужчина, который всем казался после Штилица образцом мужественности. Ну, вообще всего, что ты можешь сказать. Известно, что Нона Викторовна Мордякова тряпка его по голове в основном лупила. Ну, там еще Мордякова такая была. Там не Мордякова, он такой был. И что интересно, только когда он постарел и стал играть возрастные роли, его сущность, такого, знаешь, старичка, такого не очень в себе, кстати, уверенного, трогательного, наконец-то стал сам собой те роли, которые были после 70-ти. Он реально стал на себя похож. А так это был мачо. Да, и, кстати, когда он поступал во ВГИК, его не взяли из-за, ты не поверишь, из-за плохой внешности. И он слакал под лестницей, и его руководитель Бибиков говорит, ну ладно, мальчик, иди, будешь учиться у нас. Вот у людей вообще очень обманчивое впечатление. Почему я заостряю внимание на таких эпизодах? Люди в себе уверенные не требуют никаких аксессуаров. У них нет ничего лишнего для доказательства того, что они уверенные. У них каблуки какие им удобно, у них свободные штаны. Ты в Европе была, ты видел, в чем европейцы ходят? Ну да. Джинсы, кроссовки и майки. Там нет платья. Ну это другой немножко образ мышления, жизни. Нет, 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 подожди, Марьяночка, извиняюсь, я перебью. Это не другое, это уверенные в себе европейцы. У них психология у уверенных в себе людей. Их так воспитали дома. Это знаешь, откуда берется? От того, что они в доме были воспитаны принцессами девочки. Мальчики уже были мачо. Поэтому вся Европа одевается, во-первых, в дешевую китайскую одежду. Ну не вся, но хороша. Да, есть исключение, два. В Великобритании вместо джинсов носят брюки, вместо кроссовок ботинки. А в Италии мужчины одеваются, как эти селезни. Женщины нет. А вот мужчины у них... В Италии прекрасно одеваются, там такое чувство стиля. Нет, у женщин проще, женщины проще одеваются, чем мужчины. Я считаю, что за этим стоит уверенность. Вот они в себе уверены, они могут выйти так, как наши вообще не выдумывали. Тебя послушать, так татуировки тоже делают люди неуверенные в себе. Да, на больное наступило, да. Когда ты пишешь вот здесь на груди «не забуду мать родную», это ни о чем не говорит, кроме того, что ты любишь свою маму. Но когда у тебя закрашено полтуловища, ты себя не любишь. Однозначно. Это очень низкая самооценка и это неуверенность. Правильно ты эту тему затронула. Если у тебя расписано, ну, я имею в виду не надпись, а картина целая, то это признак неуверенности, да. Возвращаясь к актерам, а почему вот Марлин Монро была неуверенной в себе женщиной, хотя была мировым секс-символом, Тихонов, вот как ты рассказываешь тоже, хотя, в общем, признанной всеми. А почему они не стали после этого уверенными в себе людьми? А не стали, ну как не стали. Вот то, с чем мы начали разговор, очень избирательно. Когда включается камера, ну, тут они герои. Как только камера выключается, это уже другие люди. То есть в обыденной жизни та же Мельвина Монро очень неуверенная, ну, у нее жизнь тяжелая была, там была причина. Но как только она на сцене или перед публикой, мы же знаем, что все актеры, они живут обожанием масс. То есть любой, самый в себе неуверенный человек, когда выходит на публику, его приветствует толпа, как в сериале «Молодой папа», да? Ну, это другой человек. А так, кстати, музыканты живут. Но в обычной жизни они совершенно сильно отличаются от других. Они, может быть, вот один из самых великих, вот сейчас у меня с памятью начнутся проблемы, английских комиков, как его звали, шоу Бенни Хилла. Бенни Хилл, ну, великий, это еще мягко сказано. Он, наверное, самый великий в мире вообще в 20 веке. Умер в одиночестве, никому не нужный. А ведь мы как-то смотрим, думаем, наверное, его все обожают. Ну, там, может, дело в характере, все-таки это не в уверенности, наверное. Нет, это дело и в характер, но уверенность тоже, потому что он то, что выдает на, так сказать, свое актерское мастерство, это одна история, а там, где он приходит домой и себе чай заварит, это другой человек. И мы, кстати, много и путаем. Вот актеров, музыкантов, мы часто считаем, что они просто нереально самоуверенные. Нет, они как раз самые уязвимые. Вот тогда мне интересно, можно ли, так скажем, обмануть природу, демонстрируя внешние атрибуты уверенности? То есть можно ли изобразить уверенность и после этого стать уверенным человеком? Можно ли изобразить уверенность? Хороший вопрос. Изобразить уверенность ты можешь в каком-то контексте, например, какой-то промежуток времени. Жить уверенно ты не можешь. То есть ты не можешь изо дня в день все время так существовать. Но если ты так себя ведешь, то это придет ведь, как правило, оно приходит? об этом приходит тогда когда у тебя все начинает получаться например ребенок лузер очень многие звезды во всех сферах жизни спортсмены музыканты актеры у них такая рождественская история в детстве я был гадким утенком я помните рассказы николь кирман над ней все ржали называли швабры палкой не знаю все модели любят об этом поговорить и такая страшненькая была худенькая так далее вот и когда они начинают что-то делать что у них начинает получаться это становится делом их жизни это закрепляется дайк самооценка начинает расти но есть очень сложная тема вы я понимаю что мы на телевидении он вот не философский факультет и вгу я хочу сказать два слова ней это очень сложно но пусть зрители подумает в конце концов то что мы обсуждаем это ты себя за что-то уважаешь правильно ты чё-то добиваешься и через это твоя самооценка растет такая же логика то есть человек был полным лузером потом стал тем 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 и чем больше он становился тем больше росла его самооценка на это хочешь сказать такая же дурак может а знаешь что самое сложное для многих непонятное и я над этим работаю с собой а любить себя общение за что не потому что ты что-то из себя представляешь не потому что ты чего-то добился не потому что уважение как бы вещь объективная и ты себя уважали все то что другие уважают это зависимость от других людей получается а как научиться это самое сложное я не буду этот вопрос отвечать это как вопрос хочу оставить люди пусть подумают это кстати тоже подумай а почему это не отвечать как раз потому что это это еще на 5 передач примерный ответ нет если ты готова вступить диалог давай сам собой трудно говорить подумай о том а как можно любить себя ни за что вот не потому что там бирка россии вы просто так вот вообще ни за что ты пытаешься вот я все как человек пытается в это как это вот как я тут же натыкаюсь на какие-то проявления да я чё-то достиг я чё-то представляю а как без этого вот это конечно это самое сложное так вами безусловная любовь любовь без условий как ребенку как ребенку а вообще самооценка из чего складывается и почему он так сильно падает от каких-то неудач но она складывается на девяносто девять и девять десятых процентов изначально от отношения к тебе родителей и от психики самих родителей два компонента родители неуверенные в себе и тебя топит ты вырастаешь неудачником с очень низкой самооценкой и зависимым стать от менее окружающих родители имеет высокую самооценку тебя поддерживает у тебя высокая самооценка вот все формируется до пяти лет примерно все что остальное это можно отыгрываем тот сценарий который был ну давай разберем какой-нибудь случае хочешь на примере давай самооценка этого пока у нас войдет бла-бла но по-русски самооценка это слово двухкоренное есть корень сам есть корень оценка все путают самооценка это когда ты себя оцениваешь почему-то большинство людей читает самооценка про меня говорят что я тот то 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 значит история вот какая а когда психика сформирована как это выглядит ну рад мать говорит слушай убери руки оттуда ты сейчас все тут испортишь ты сейчас опять испачкать да не трогай я тебе сказала уйди все в комнату я тебе сказала достал уже вот ребенок это же не один раз это из-за дня в день повторяется ты этого не умеешь и да ты маленький еще это скала потом все раз два три 4 5 закрепляется закрепляется дальше он взрослый человек ему 40 лет он когда делает что-то в своей жизни но например работу хочет найти который он туда не лезет у него голос матери да ты не сударь и лезет что же не справишься все сказали ты не можешь этого не то тупой так вот я хочу сказать вот откуда берется самооценка когда у тебя внутри любви к себе нету просто низкой самооценка это еще отсутствие ли ты себя как бы не любишь то ты пытаешься через других людей себя полюбить например такие люди они безотказные они не говорят нет они совсем соглашаются они не могут пережить что и кто-то не любит они цеплялись за родителей родители были авторитетом более того чем больше родители манипулировали и опускали ребенка тем больше значимость приобретали потому что хотелось доказать обратно золотые слова да хотелось доказать обратно и потому что есть такое понятие гиперкомпенсация и ты знаешь мне это было когда мне было 40 лет я бегал за матерью и кричал ей что я более известны чем ее отец при жизни все же бред я вроде психолог все понимаю но мне в детстве говорили что мы вообще никто и родители нас а вот культ родители был баш такой это еще сталинское время было советское что вот мой папа говорила мама и все родственники это типа человек он был такой достаточно советское время известный историк дело не в этом дело в том что все мы объясняли что все вообще никто на его фоне даже того чтобы вы как-то подтянули моя тетка когда я искал ее этот ответ знаменитый скал защите доктор сказал вы чертутить что ли кто я вообще говно и вы доктор наука мы чего бы доктор наук такого не может быть и когда мне было со мне настолько достали в детстве что да он написал знаменитую книгу наполеон бонапарт который так и не прочитал то что если заставляли прочитать вот и когда мне было уже 40 лет я была жену мальчик-то взрослый ты поняла я матери что меня гораздо больше людей знает я гораздо более популярны чем твой папа покойный и что мама сказала мама это без сила она тоже понимала что это ее результат это уже ответочка пришла но ночи за это переживала расстраивалась потому что они есть свои какие-то кумиры видимо и родной сын все это рушит так вот когда родители это стать еще одно абсолютно неправильно не надо никого ни с кем сравнивать люди с низкой самооценкой от которых до этого сравнивали с кем-то вот из этого состоит самооценка понимаешь управлять самооценка в таком случае но самое главное для управления самооценкой страхи преодолевать например ты понимаешь что ты не можешь что-то не дороже ты тупой что тебя не получится а ты делай лбом прошибай вот есть и вот в низкой самооценке огромное количество тревоги и страхов как вообще это все главные эмоции для любых проведения невроза когда человек преодолевает себя да вот я тебе хочу сказать мы с тобой оба люди публичные вот эти пример публичных проблем расскажу 90 процентов великих актеров говорят следующее на встрече со зрителями ягод 40 лет играю в театре и в кино я каждый раз выхожу у меня трясутся ноги мокрые ладошки и вообще хочу бежать со сцены что это такое это пятилетний ребенок который стеснялся выходить отвечать на табуреточку почитаю стихи у не это жуткое состояние страха было всегда он преодолел и он пошел на сцену и он стал великим но его это продолжает дальше доставать теперь как от этого избавиться люди в себе уверены они пытаются это правильно сказала никому ничего доказывать они выходят на сцену и играют свою роль если это ну например я лекции читаю ты ведешь программы ты мы доносим смысл мы не пытаемся понравится тогда руки ноги не трясутся тогда ты спокоен потому что тебя нет желания чтоб тебя полюбили вообще не для этого сюда вышел ну я вот здесь не соглашусь как же девочка конечно послушай конечно важно понравится твоя лекция студентам или публике другой или нет также так же актерам конечно важно понравится это зрителям или нет конечно как преодолеть вот но если ты хочешь преодолеть вы то есть ты же не для себя играешь ты не для себя лекции не для себя веду программу ты понимаешь какое дело вот ты говоришь как преодолеть давай тогда скажем так ты спросила можно на какое-то время включить типа уверенность а потом подтянуться вот давай рассмотрим эту ситуацию а ты попробуй в момент выступления забудь о том что ты хочешь чтобы всем понравилось ты просто говоришь текст который ты хочешь донести все это сложно но я этому учился и я совершенно но я я обожаю чем больше людей тем лучше но а я ушел от того чтобы нравится и я перестал волноваться как абстрагироваться от того что обо мне подумают для этого нужно какие-то упражнения делать но давай расскажу какие первое надо переставать задавать вопросы всем про себя ну как я как я выгляжу как у меня хорошо полнит худит бледнит и старит может быть слишком открыто может слишком закрыто или на работе вот чека не знаю там доклад отдает до начальство хорошо все сделано нормально то что вас ошибки есть какие-то посмотрели а как ты вообще будешь с собой верю ты все не будешь так бегать перестань задавать вопросы вот тебе как женщине говорю ты пришла в магазин не трогай ни одного продавщицы этот сложно но этому может тебя нет такой проблемы я говорю для тех у кого есть мере хоть неделю ходи но никого не спрашивай домой пришла не задавая вопросов идет или это сложно это очень сложно но если человек научается не задавать вопросы а самому ориентироваться на себя неуверенность это когда-то не уверен когда ты спрашиваешь всех то что не знаешь как к этому относиться вот это вот такие вещи они очень помогают приобрести уверенность давай поговорим о том как развить высокую самооценку и вообще повысить самоуверенность уверенность у детей у подростков потому что подростки больше всего страдают ну они страдают но начинается это конечно в три года в четыре и так далее никогда не надо топить своих детей вот то что мы сейчас перечислили ты не умеешь не подходи ты сейчас сломаешь нет подойди к ребенку и вместе с ним попытайся сделать поддержи его например да он не умеет он сейчас взял и разбил эту тарелку он пытается помочь собери вместе с ним осколки и возьми следующую тарелку чтобы не закрепился страх лузера который только умеет посуды бить помоги ему родители даже которые не очень себе уверены они взрослые они сильнее и они могут ребенка поддержать дальше у ребенка сложилась какая-то тяжелая ситуация во дворе или в школе конфликт сначала ты должна взять сторону ребенка для того чтобы хотя бы выслушать что произошло большинство мам так себя не ведут как знаешь директора вызывает и уже мать родная ты глаза-то подними свои бесстыжие ты же тобой разговаривает наталья петровна ты смотри что она говорит почему это тебя должна краснеть я хочу спросить а вы че сестра натальи петровна директора школы или все-таки вы свое ребенка привели вы тут мамаша определитесь вообще чья мать то будете если он не прав вы с ним разберетесь но дома дома но когда это чужие люди вы должны брать сторону своего ребенка да здесь абсолютно вот нас вот это в израиле вот израильтянам это не надо объяснять я тебе расскажу такой пример я однажды разговаривал с полицейским в юрусалиме но бывают всякие ситуации и например семья наркоманов да у них забирают ребенка он не говорит а че русские детей вообще своих не любят что ли не хотят играть что так думаешь в это знаешь вот такая ситуация значит ребенка забрали изъяли из семьи это значит утром проснулась протрезвела и идет в полицию за ребенком и чё а я не знаю она ничего не говорит я не могу пойти нужно ребенок нужно игра как она себя ведет но она сидит где-то в предбатике да и че-то ноет я говорю и что мне такое ощущение что она была бы вообще радостью ребенка отдали приемную семью значит дурак что ли в это дайте объясню как выглядит те матери которым ребенок нужен там разнесут все это марокканская знаешь это у нас взяли любимые да с ножом бросается на полицейского и пытается загрызть живьем она ему когтями или реально вцепляется в лицо бит отдай моего ребенка это я понимаю я ему объясняю дело не в детях готов что для которых за россии не просто тупо бояться полицию они с другой стороны приехали у них страх полиция они то что орать не будут и точно нас не прыгнут на тебя с ножом они будут сколить в ногах валяться но ты к этому не привык потому что ты привык вот такому тебе кажется вот она где уверенность и неуверенность да но вот эти советы которые ты давал советы родителям все-таки кому тем детям которым не повезло вот в этом смысле с родителями то есть и тем людям которым придется самим до без помощи мамы и папы первое не надо делать то что вы не хотите под разными предлогами ну например я взял суду на квартиру а что мне делать мне приходится терпеть да но извини мы про детей пока давайте про детей про подростков да нет что с ними не что сами да как им вот из этого выбраться вот у них родители такие которые их опускают к сожалению и родители не слышат не понимают этого вот но им они пока дети к сожалению они очень эмоционально зависят от родителей можно надавать советов там плюньте живите независимо самостоятельно не обращайте внимание это все слова ребенок пока не отделился от родителей пока за свои деньги не купил себе свой кусок хлеба и не кинул на свои деньги свой кусок масла будет проблема теперь одна любопытная деталь в 60-е годы в америке был поставлен бесчеловечный эксперимент собачку посадили в клетку и били ее током били-били она естественно бегала по клетке пытался убежать какой-то момент она перестала бегать по клетке она просто легла потом клетку открыли и опять ударили током и что ты думаешь она не вышла она лежала как лежал потом это назвали синдромом выученной беспомощности потом это стали применять к людям и потом психологи выяснили что если до восьми лет ребенка вот так вот но образно говорит дергать да то после восьми лет она же сам еще делать не захочет это целая я думаю миллиардная армия троечников которые ничего не хотят которые как-то живут где-то работают на какие-то деньги зарабатывает у них все как-то где-то самое главное все ущербно там конечно же очень низкая самооценка там полное неверие в свои силы и что самое страшное никакого желания ничего поменять такой человек вот посмотрит эту программу я просто говорю жалостью таким людям просто лизер выключит и обратно полюсами на свою унылую работу которую ненавидят будет жить своим ненавистным мужем и поэтому лучше чем ничего в районе который он тоже не любит в городе который он не любит все что есть он все не любит он ему не нравится не он не его супруги не его дети не откуда это он уже беспомощный с детства ему же не поможет поэтому родители не перегибайте как им выбраться из этого состояния все ну когда тяжелой ситуации ему надо идти психологу все-таки так ему не выбраться а когда просто подросток которого все время подавляет дома да то о чем ты спросила ему надо быть более автономным это очень тяжело я тебе приведу пример из-за так скажем постсоветской истории в начале перестройки в газете литературная газета была потрясающая статья как в одной московской школе восьмиклассник на уроке математики встал и сказал тамара петровна я пришел сюда за математикой я не хочу слушать где вы купили эту кофточку вчера то что вы рассказываете от урок уже прошло десять минут казалось бы да вот как подростку отделиться ты знаешь чем это закончилось они вызвали психиатрическую помощь это реально чистый чадаев только это происходит нашего это были вот самый конец восьмидесятых вот только начало это когда ведь вообще смогли рот открыть он каждый урок вставал и говорил подождите но я же пришел в школу мне потом поступать вы сидите рассказываете как вы картошку вчера брали надеюсь копейки продолжала это делать ну а такая но слушай ты в школе училась я тоже учился приходишь но я-то был счастлив я и так сильно не надрывался я любил эти по полчаса когда какая мы там пластов хватит ну что там наташка покажи ты папа привез до из венгрии ну давай посмотрим и так на 20 минут а этот говорит я прошу вас давайте к математике перейдем вам-то делать нечего у нас время ему вызвали сначала психолога потом психиатра была целая история его под школа потребовал освидетельствовать включился его отец который сказал а почему он больной а вы здоровы что вы раньше чем занимаетесь родители поддержали это было это было вынесено вообще всесоюзные тогда еще обсуждения потому что это написали в видишь родители поддержали там мальчик то уверенный сам я тебе хочу сказать это я тебе привел пример что бывает если ты вдруг рот начинаешь открывать вот если ты пытаешься отделиться там школа даже от родителей от родных у тебя конфликт будет конечно тоже твоя мама скажут как в американских фильмах пока я тебя кормлю ты будешь делать то что я сказал пока ты живешь в моем доме ты будешь делать то что я сказал все весь разговор и за это многие кстати в 15 лет уже уходят из дома убежать да поэтому это для подростка очень сложно но внутренние донач есть внутренние свобода когда человек находится в таких условиях как бы не совсем свободных это и семья специфическая и очень жесткие требования в школе но все таким не чувствует самый великий пример это великий виктор франкл такой известный психолог который отсидел в концлагере и он настолько сохранил себя что как будто он там не сидел то есть пройдя через все эти страхи и кошмары через газовые камеры и трупы он вообще не изменился внутренние но это таких великих людей на пальцах одной руки это настолько внутренняя сила противостояния это же конечно это годы и тысячи людей вокруг тебя который просто умирает он и он потом когда вышел из концлагеря но его весь мир знает он писал книги по поводу счастья и радости жизни после концлагеря но я не думаю что все подростки имеют такую хорошо вот подростки выросли в такой семье который ну вот в это просто вещь и даже да как не надо идти на работу если ты ее не любишь на какую не знаю побеси глава все на эту не иди не надо мутись с девчонкой который тебе не нравится другие ты просто не дают оставь ее в покое так поживи возьми то который тебе реально нравится иди на ту работу который ты любишь да я сам был в такой ситуации когда я хотел поступить школу студии мхат и там такой попросил был эксперимент когда они на актерский факультет за режиссерскую группу 5 человек я прошел все творческие экзамены а как сдавать вот это вот но документы я испугался в армию загреметь я за гараж документы не понес я перенесся сразу из тут культуры для просто с листом поступил это это вот из этого складывается высокая низкая самооценка выдающийся ныне покойный борис абрамов бирезовский пошел в мгу поступать дальше ту историю и мы сказали мальчик даже не сдавать документы до своей фамилии учиться не будешь он пошел в лесно-техническую академию заборостроительный институт закончил ее но у него выхода не было вернулся в эспирантуры в мгу и я знал людей у которых он будучи членом корреспондентом академии наук преподавал математику в мгу то есть если у человека есть железные яйца они проявятся а если он сдувается но он будет лес технической академии заниматься лет вот как быть ситуациях когда родители настаивают чтобы подросток учился в определенном институте или определенной профессии а ребенок не хочет вот смотри то что родители настаивают это и есть как мир давит на неуверенно в себе чья понимает и более ты правильно сказал на ребенок привык из противостоять как противостоять первое чем ты столкнешься окей не хочешь как я сказал это что-то жить будешь сынок поступай на бюджет для этого сдай экзамена так чтобы тебя взяли на бюджет они на коммерческое то что они не будут коммерческой оплачивать второе подрабатывай они же не хотят чтоб ты учился где ты хочешь поэтому кормить они тебя тоже не будут а те уже 18 лет они не обязаны значит живи так чтобы у тебя были деньги на что и учиться и жить кстати многие так и живут такой путь прошли когда родителям начать беспокоиться что самооценка и ребенка что-то не то явно когда он что ты говоришь что родители в принципе даже не должны знать где находится школа да когда ребенок в три года говорят мам я плохой знаешь многие дети так говорят если ребенок начинает себя бичевать я плохой и рыдать при этом то вот это признак того что проблема уже началась если надо что-то делать а у подростков у подростки но подростки у них очень жестко все происходит они во первых проявляют они же так дистанцируются от родителей но они проявляют зависимость например то что они курят постоянно или выпивают или там нюхает этот любимый 90-х годы клей это том что они зависимы и о том что девочки там не могут перенести что на них кто-то не посмотрел что их подружка переметнулась соседнюю подружку это не нормально это все проявление очень очень низкой самооценки очень большой неуверенности родители должны поддержать они должны в определенном смысле а ребенку дать ощущение безопасности дело в том что родители по своей тупости считая что подростковый возраст там что самое главное как учиться правильно как можно лучше сдать экзамены потому что сам ответственный период жизни дети поэтому при этом пытаются повеситься рядом не это фигня все это каприза нам да привез на самом деле с этой детский суицид самый большой это подростковый родители по тупости считает что самая большая проблема очень хорошо закончить школы и в очень хороший университет поступить это бред конечно а дети как раз в этот момент требует поддержки перфекционизм мешает не то слово как очень мешает рассказывай перфекционизм первая проблема в себе влечет это жуткую тревожность перфекционисты тире тревожные люди второе перфекционисты а или могут делать в чем они уверены на триста процентов и люди не будут браться за это вообще поэтому большая жизни проходит мимо и последнее перфекционист если что-то не справился он может впасть реальную депрессию там где троечник отрыхнет коленки встанет и дальше пойдет этот никуда не пойдет он уже все он себя бичует он никто зовут он никак он бездарность он ничего не имеет потому что он привык к тому что он перфекционист со школы на одни пятерки золотая медаль у не все получается как только он уходит во взрослую жизнь все эти медали сусдувает через полчаса и тут выясняется что они не готовы не к жизненным потрясением не хотим коллизиям не конфликтом них проигрышем они не имеют проигрывать префекционисты друзья мои дорогие родители если ваш ребенок учится на отлично и его фамилия нинштейн то вам стоит задуматься что он у вас очень тревожный ребенок и никогда сегодня требует никаких оценок потому что за годы работы в школе только одного видел ребенка который левой ногой учился на пятерки и тот был сыном сергей сергеевича веренцева все остальные просто задницы высиживали никакой ценности это не ввекло а потом они стали моими пациентами потому что у них жизнь уже совсем не складывалась их пятерыш на эти стад только задницу это тоже от неуверенности да это не от неуверенности от желания чтоб тебя любили ну соответственно тоже от неуверенности ну конечно чтобы ты как бы оправдывал ожидания по ночи какая проблема перфекционистов они же не могут сказать что они любят они любят пятерки это а какой предмет нравится главное что пятерка но может быть литература может физика ведь я не знаю вот пятерки меня и потом и по-другому а как вот таким людям неуверенным себе понять вообще что они любят куда хотят идти работать это же тоже очень важно это проблема потому что они не знаю чего они хотят они не знают родители их не спрашивали это обычно из очень жестких семей такие перфекционисты там куда сказал туда и пойдешь ну а ты хорошо в такой доброй семье где будет отличник который даже им пофигу что ты получаешь ты типа сам будешь надрываться нет конечно это ожидание все им надо научиться спрашивать себя что они любят перестать делать все на автомате не стараться ничего не делать против своей воли ну например вот у человека есть работа в принципе мне нравится это слово в принципе она его устраивает да но начальник говно коллеги суки кончено и просто работа два часа ехать от дома но условия неплохие и зарплата и опять вот это любимое взял суду на квартиру если ты хочешь жить как ты хочешь то и шел с этой работой прямо сейчас посмотрел эту передачу и уволился да не надо спрашивать что я потом есть буду это как бы я вот а ты не можешь ничего терпеть ты должен делать то что ты хочешь вот преодолеть страх потому что тогда ты получишь что работу который ты хочешь на одной лекции встает один мужчина и говорит михаил вот я в душе художник вот люблю в свободное время писать картины но я работаю инженером иностранной компании и зарабатываю примерно 5000 долларов в месяц но мы же все понимаем что художники столько не зарабатывают конечно они не зарабатывают это какой художник за эти копейки вообще работать потому что жизнь состоит из парадокса художники ли ничего не зарабатывает или конечно же не 5 тысяч долларов в месяц а там уже по 100 тысяч идет и больше а велики по миллиону и надо чтобы чек еще мозги поменяли чтобы он так не думал что инженеры зарабатывать будешь для этого по идее он должен уйти с инженерной работы начать писать картины продавать их и так далее но там начинается другая история а друг не купит нормально это нормально но страх заставляет я дальше работать инженером от эту работа не любишь ты хочешь быть художником а параллельно нельзя параллельно можно что-то потом все таки перестал быть да не может быть уже художник тире инженера этот гаген у нас по моему был чиновником а потом их все таки уехал да вот это же целая жизнь она короткая да но ты если ты хочешь жить счастливо если ты хочешь иметь высокую самооценку и быть довольны но смысл высокой самооценки это получать от жизни удовольствие реально жить свое удовольствие тогда ты занимается чем хочешь и не перестань жаловаться что ты боишься что вдруг не купит а что я буду есть и так далее страхи заставляет понижать самооценку деньги прибавляют уверенности словом помнишь если такая шутка не знаю только в россии самое эрогенное место мужчин это кошелек на прибавляет конечно а если их недостаточно почти люди которые такие как искать хиппи 60-х им пофигу и это не влияет а те которые все-таки социализированы они себя чувствуют неуверенно это не способств особенно для мужчин это не способствует самооценки но я это как мужик хочу сказать что я очень скептически женщинам отношусь я понимаю что никому ничего не должны но если женщине больше там 20 лет и она вся такая противоречивая внезапная и никогда денег не зарабатывала мне это она не интересно то есть она для меня как человек но не очень интересно хотя любой скажет михаил а наша женщина кто-то искал что она должна что-то на нас мысли ты имеешь ввиду на колготки на помаду зарабатывать или прям большие деньги зарабатывать он вообще себя не может обеспечить не может она на колготки тоже не может обеспечить себя почему эти объясню дело не в деньгах мужчины не ожидает от женщины сам будет много зарабатывать она нереализованная она тот самый лузер такой же как и аналог мужской это будет куча проблем в отношениях она будет цепляться чтобы ей придумали жизнь виде рождение детей и хождение по магазинам а у нее нет ничего своего потому что ей предположим 30 или 40 лет и она привыкла что платят за все мужчины и делал даже не в этом для то что она сама ничего этой жизни не добилась но не интересно вне зависимо от пола ну да откуда вот это берется что она такая пироженка и все должны ей в общем обеспечивать прекрасную жизнь это все за родителями закладывается ну во первых тут такая пироженка не все думают что они пироженки некоторые просто жестко пытается так выжить родителям закладывается сто процентов отец подавляющий мать очень часто мама жертва всегда в такой семье и дочка вырастает абсолютно беспомощная это целая психология у многих получается притом многие были велики на этом поприще на поверлили брик покойная чек всю жизнь так прожила была музой она да слушаем это все хорошо наказать и 70 лет как-то на муза такой наш рояль уже под расстроенный малек но тем не менее играл еще понимаешь это очень интересно такие люди были а кстати у меня бабушка такая была которая работала где-то в пожарной команде во время гражданской войны несколько лет и все и дед и содержал всегда она никогда не работала она такая светская была она знала лет четыре языка не до по-французски разговаривали я но это то поколение которое еще до революции родилось понимаешь но это же это надо вы вырасти с этим просто так кому бы то ни было мужчина денег давать не будет это точно это надо иметь какое-то внутреннее состояние такое чтобы ты это если я должны сходить что ты вот такой человек я сейчас вспоминаю гениальную совершенно пьесу который шла в современники там еще ефремов играл фильтр как-то за колотозова с баталовым точно вот она вот такой образ девочки такой знаешь типа я вот такая воздушная вся вот я не по поводу работы мне такой эмоциональное ощущение осталось вот такие не работают таких содержит мужчина выдаваясь этот момент поподробнее пересмотреть как как какое должно быть состояние то есть что она дает мужчине что мужчина хочет ее опекать мужчинах не относятся как ребенку это это целое было поколение женщин теперь это отдельные женщины в мире это уже не приветствуется европе это все для нас них просто поднимут но это существует уже меньше осталось потому что трагедии таких женщин да что они не могут себя реализовать они ну пока так сказать на рынке она может быть она реализовывает себя в чем-то в другом это она вдохновляет мужчину например да вот ты понимаешь проблема в том что очень короткий век у этих вдохновительниц скоропортищий севского продукт вот а им дальше жить как-то кстати многие из них очень плохо живут в старости одинок она может родить ему а помнишь выдающаяся наша кустинская актриса которая прожила пока была так молодая а потом все очень трагическая старость и очень трагическая смерть а когда она была молодая его даница космонавта спать и убрались ну слушай ну вот так вот вот так смотри если люди в твоем окружении есть которые заставляют тебя сомневаться в себе и что делать избегать общения если это близкие ближайшие родственники например ты знаешь у меня нет потому что мне во первых уже не я не про тебя я вообще говорю ну у всех людей обязательно есть добрый ангел который будет так мама например мама не на первом месте на первом месте вот родственники да и да надо избегать общение и надо очень жестко перестроить это общение то есть той же любимой мамочки надо сказать дорогая мама я тебя люблю мы больше об этом не говорим если ты будешь об этом говорить я не смогу с тобой общаться прости и трубочку положить знаешь на что давит чуть а детей нет чудо испорни замужем когда ты возьмешься за голову как так можно жить и так далее женщины уже там 35 лет да она не хочет это все слушать мама я тогда не смогу с тобой общаться или мы о природе с тобой разговариваем или пока потому что до тех пор пока вы все это терпите ваша жизнь точно не сложится был у меня случай на работе приходит ко мне женщина в возрасте но лет так 65 и говорит михаил мне такая трагедия такая трагедия дочь единственный 28 лет не то что не замужем ни одного мужика нет я не знаю как я умирать то буду мне вообще страшно я говорю но хорошо нам быть с вами что может быть дочку приведете да конечно там завтра придет приходит дочь 28 лет ведь михаил мне мама сумасшедшая если моя мама видит что я с мужчиной даже не целуюсь оставив под окнами она провожает она орет проститутка ты чем мать позоришь на всю улицу на весь двор я никого не могу привести она когда узнаешь у меня кто то есть он начинает за мной следить она устраивает дома истерики ты что мать бросишь мать от нас дохнет а потом с мужиками будешь ковыркаться этот михаил что мне делать и говорю что вам делать вообще не проблема от мамы сидите уже вам 28 лет это был кстати в жизни когда приехала мать на следующий день орала что довел ее до инфаркта и требовал деньги обратно я с радость не отдал вот вот такая история понимаешь вот так вот матери из добрых как ты говоришь побуждены не дают то есть мать приходит внешне она все за дочь а реально она не хочет дочь вообще из дома выходила вот так бывает то есть нужно им самим себе разобраться начали не сказал что власть никто не отдает сам возьми и забери точно золотые слова ну и свободу и независимость естественно тоже твои рекомендации как повысить самооценку уверенность себе и перестать быть зависимым от мнения окружающих очень важно не бояться если вы хотите повысить самооценку вам надо при удалить ваш страх не не прогибаться не делать то что вас не знаю унижает обижает подавляет и так дальше никак это не объясняя что сейчас такое время что сейчас по-другому невозможно сейчас такой мир и так дальше не надо этих объяснений искать вас только одна жизнь и кстати не очень длинные слоны живут гораздо дольше далее вы не должны у людей спрашивать обо всем в своей жизни и попадать от них зависимость далее вы не должны на все соглашаться только что вас любили за это никого еще не полюбили забыл сказать за то что человек совсем соглашается и не говорит нет ни за это не любят вот и пья такой хороший наоборот мне кажется должно быть свое мнение на все вы должны отлично понять что вы хотите вы должны пытаться делать что вы хотите не опуская руку потому что даже если вы начнете вот идти по этому пути пытаться заниматься любимым делом реализовать себя то ваша самооценка на глазах начнет подниматься чем все пожелаю спасибо михаил это был михаил лапковский